Приветствую вас на канале ProPDD. Сегодня мы с вами разберем ситуации, когда водитель обязан проехать на дополнительную секцию, даже если ему туда и не надо. И ситуации, когда водитель не обязан проезжать на дополнительную секцию, даже если он создал препятствие для движения. Первая ситуация. Водитель стоит в крайней правой полосе, ожидает своего разрешающего сигнала светофора для движения прямо. При этом он создал препятствие. Из-за него водители не могут повернуть на дополнительную секцию. Обязан ли он проехать на дополнительную секцию? Да, обязан. Первая причина. Потому что здесь нет знака направления движения по полосам, который бы разрешал ему движение прямо с крайней правой полосы. И вторая причина. Он создал препятствие. Если бы он никому не мешал, он мог бы стоять в этой крайней правой полосе и ждать своего сигнала для движения прямо. Вторая ситуация. Такая же, аналогичная, только на этом перекрестке есть знак направления движения по полосам, который разрешает движение с крайней правой полосы как прямо, так и направо. Поэтому водитель может стоять и ждать своего разрешающего сигнала в крайней правой полосе. Даже несмотря на то, что он создал препятствие, из-за него никто уже не может повернуть направо на секцию. По теории достаточно. Сейчас практика. Перед нами перекресток Московский-Городкевичи. Внимательно смотрим на знак, на разметку. Знак и разметка разрешают нам движение с правой полосы как прямо, так и направо. Поэтому мы остановимся в правой полосе и будем ждать своего разрешающего сигнала для движения прямо. Даже несмотря на то, что мы создадим препятствие для водителя. Они не смогут из-за нас повернуть направо на дополнительную секцию. Ждем в своей полосе. Нам загорелся основной зеленый сигнал для движения прямо. И все, мы можем двигаться. Впереди перекресток улицы Правды-Смоленское. Смотрим внимательно на знак. Он разрешает нам движение с крайней правой полосы как прямо, так и направо. Поэтому мы остановимся в крайней правой полосе и будем ожидать своего разрешающего сигнала для движения прямо. Даже несмотря на то, что мы создаем препятствия для автомобилей, которые собираются повернуть направо. Все в рамках правил. Мы стоим и ждем своего разрешающего сигнала светофора. Загорелся зеленый сигнал для движения прямо и можем начинать движение. Я думаю, двух перекрестков в качестве примера будет достаточно для того, чтобы усвоить эту информацию. Если вам понравился наш ролик, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо вам за внимание. До новых встреч и удачной дороги.